МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Администрации прошло рабочее совещание с собственниками гаражей, на месте которых будет построена дорога к новой детской поликлинике. Напомним, согласно проекту, там будет проходить четырехполосная дорога. Для этого нужно будет снести 92 гаража. На встрече присутствовали представители администрации, председатель гаражно-строительного кооператива и собственники боксов. Что выгоднее, деньги или готовый гараж? Как будет производиться оценка имущества собственников недвижимости? Когда они получат компенсацию и где будут построены новые гаражи? Вопросы обеспокоенные жители задавали один за другим, зачастую перебивая друг друга. Сидящие в зале ставили под сомнение каждое слово властей, а те, в свою очередь, заверяли горожан прозрачности процедуры и полной поддержки жителей. Задача администрации города, чтобы горожане жили спокойно и не волновались. И поэтому еще раз я вас призываю просто и обещаю от администрации, что мы примем все возможные меры, чтобы вы не пострадали. Вот кроме как вот этих слов, на сегодняшний день мне, к сожалению, вам пообещать нечего. Вопросы по поводу своего имущества члены гаражного кооператива задают чиновникам уже больше года. С тех пор, как жителям города представили план застройки микрорайонов 1А и 1Б. Теперь началась стадия активного решения проблемы. До конца этого года на конкурсной основе выберут независимого оценщика, который определит для каждого собственника размеры индивидуальной компенсации. В любом случае, на конец этого года, вы будете, каждый будет знать стоимость своего, рыночную стоимость своего имущества, которое у вас будет изыматься. Также муниципалитет выделит гаражно-строительному кооперативу участок на улице Силкина за автозаправкой, на котором собственники снесенных гаражей смогут построить новые боксы. Гаражно-строительный кооператив заключит договор, инвестирование, какой угодно, где будут прописаны ваши права и обязанности, где будет определена стоимость. И, конечно, мы прекрасно все понимаем, что стоимость – это действительно дешевле, чем рыночная оценка готовых гаражей. Все будет контролировать ваш гаражно-строительный кооператив. Вся загвозка заключается в том, что деньги, которые будут выплачены вам за гаражей, они будут только в конце 20-го года. Поэтому требуется инвестор, который вложился деньгами, построил гаражи, а ему потом будут эти деньги ваши перечислены. Но опасность в том, что может случиться так, что этих денег просто не хватит. И вам придется, чтобы гаражи получить, доплачивать. По нашему мнению, стоимость полученного гаража, стоимость работы инвестора и те деньги, которые вы получите, они соизмеримы. Соизмеримы. По словам представителей администрации, уже есть компании, которые готовы построить автолюбителям гаражи по индивидуальным проектам или предоставить равноценный обмен. И предложили создать инициативную группу, которая будет участвовать в переговорах по определению инвестора. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Вместо торгового центра и парковки, котлован и бурьян, жители нового района более четырех лет наблюдают, как замороженная стройка постепенно зарастает травой. К тому же территория не охраняется, и жители соседних домов опасаются за здоровье детей, которые все чаще стали выбирать бесхозную территорию для игр. Вырытый котлован, фундамент, стены подвала и часть каркаса здания – и все это почти в центре города. Полуразрушенная стройка на перекрестке улиц Московской и Курчатова уже много лет доставляет неудобства местным жителям. В 2014 году здесь начали строительство нового торгового центра. Но в 2015-м стройку приостановили и оградили забором. Со временем металлическое ограждение заржавело и стало разваливаться. Уже шесть лет он здесь. Надо какие-то меры принимать. Уже язык у всех устал говорить. Уже деньги вложены, конечно, жалко, но не знаю, что они планируют здесь строить. Здесь магазин строят, он не к месту магазин вообще. Все эти годы жители дома 22 по улице Московской пробираются к своим подъездам вдоль забора по гнилым доскам, что может грозить травмами. Помимо этого территория стройки не охраняется. Повсюду лежат груды мусора и бесхозные строительные материалы. Дети лазят на эту стройку. Не дай бог, что случится, кто будет отвечать. Здесь и проходы, вон открытые проходы, дети лазят туда. А там ведь штыри большие. Только детей гоняешь и внуков. Жильцы многоэтажки не единожды обращались в Думу и администрацию с просьбой ликвидировать последствия замороженной стройки, убрать забор и привести территорию в порядок. В начале года депутаты рассмотрели вопрос на одном из заседаний комитетов. Тогда народным избранникам доложили, разрешения на строительство объекта нет, срок договора аренды истёк. В связи со смертью одного из собственников необходимо было уладить вопросы наследования. Вопрос должен был решиться на уровне области ещё в январе. Там было три владельца. Один владелец умирает, и сейчас решаются наследственные дела. Для этого существует срок полгода. В январе месяце кончается, и Министерство Нижегородской области будет принимать решение о продлении договора на аренду или, так сказать, прекращении. Ситуация плохая, поэтому не будем должны углубляться, но ситуация очень сложная. Мы давали отрицательные, ну, для Мининвеста отрицательные заключения. В случае непродления договора аренды, застройщик должен демонтировать возведённые конструкции за свой счёт. Но стройка на Курчатово-Московской так и продолжает стоять в неизменно замороженном виде. Как решился вопрос в области, продлён ли договор аренды, и если нет, почему застройщик не демонтирует стройку? Все эти вопросы официальным запросом мы направили в Государственную строительную инспекцию и администрацию города. Канал 16 будет следить за развитием событий. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области открыло в своей группе в социальной сети ВКонтакте обсуждение по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Для того, чтобы отправить жалобу на проблемы, связанные с уборкой мусора, нужно указать точный адрес контейнерной площадки, а также прикрепить фото в подтверждение факта нарушения. Всю собранную информацию ведомство будет направлять региональным операторам для оперативного решения проблем. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Возможность оплатить школьное питание через площадку «Умный Саров» появилась ещё в двух образовательных организациях. Теперь воспользоваться сервисом могут родители ребят, которые учатся в 13-й и 16-й школах. Напомним, функцию онлайн-покупки школьных завтраков и обедов на неделю вперёд запустили в пилотном режиме со 2 сентября. Первыми школами, которые перешли на электронную оплату, стали Третья лицей и Вторая гимназия. До конца сентября планируется запустить услугу для всех школ города. Сервис доступен на любых устройствах. С 1 по 10 октября в Сарове пройдёт декада пожилого человека. На протяжении этих дней в городе пройдёт около 50 мероприятий, которые подготовили Департамент по делам молодёжи и спорта, Департамент культуры и искусства, а также Департамент образования. Саровчан ждут творческие встречи, обучающие курсы, экскурсии, кинопоказы и многое другое. Саровские байкеры готовятся к закрытию сезона. Отметить это событие участники мотоклуба «Вагамонт МС» намереваются в следующую субботу, 28 сентября. Перед тем, как поставить свои байки на прикол, они проведут мотопарад. Заезд стартует с автодрома ДСА в 13 часов. Далее колонна мотоциклистов проедет по главным улицам города. Нижегородское региональное общественное движение «Медицина и мы» представило жителям Сарова социальный проект «Жить, побеждая диабет». На презентации на вопросы горожан ответил врач-эндокринолог клинической больницы номер 50. О том, как будет развиваться проект и что ждёт саровчан на следующих встречах, расскажем далее. При поддержке Общественного совета госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Жить, побеждая диабет» для жителей города будут проводить разнообразные занятия и встречи. Цель – показать, что с заболеванием можно вести яркую и полноценную жизнь. Диабет – не приговор. Нужно регулярно обследоваться, научиться контролировать уровень физической активности и питания. Встречи, лекции, практики для того, чтобы особенно вновь выявленным людям с диабетом оказать информационную поддержку, психологическую поддержку, чтобы люди знали, что они могут куда-то прийти, обратиться со своими проблемами. На презентации проекта врач-эндокринолог Лилия Барышникова рассказала о последствиях, способах диагностики, лечения заболеваний и ответила на вопросы участников. Знать всё о диабете полезно как больным, так и их родным и близким. У меня наследственность по сахарному диабету, мама болела с сахарным диабетом. И для меня это актуально в том плане, что мы планируем беременность. И мне вот интересно, насколько для будущего поколения опасно вот это вот заболевание. Для тех, кто хочет узнать о заболевании больше, Нижегородское региональное общественное движение «Медицина» и мы организуют школу управления диабетом. С октября в ней будут проводить лекции и встречи с врачами-эндокринологами по детскому и взрослому направлению. Дарья Козина, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. 19 сентября – день рождения смайлика. Три символа, двоеточие, дефис и скобка впервые соединили вместе 37 лет назад и получилось улыбающееся лицо. Сейчас сложно представить общение в интернете без смайликов. Они передают эмоции и чувства собеседников. Необычный праздник отметили активисты городского клуба волонтеров «Инсайт» и провели на улицах Сарова специальную акцию. Надев костюмы кегуруми, взяв в руки листовки и смайлики, волонтеры клуба «Инсайт» отправились дарить хорошее настроение прохожим. Акцию «Улыбка. Монетка. Копилка. Здоровье» ребята приурочили ко дню рождения смайлика. Моя главная задача – подарить окружающим улыбку, поскольку нас с погодой не жалуют. Поэтому в обычные будни мы хотим подарить людям улыбку и немножко счастья. Акция «Улыбка. Монетка. Копилка. Здоровье» в нашем городе проводится впервые. Ее цель – привлечь ребят и подростков к созданию позитивного настроения в обществе, а также научить детей проявлять доброту, любовь и уважение к людям. Ребята решили, что нужно что-то веселое в эти серые дни и решили переодеться в кигуруме и раздавать наклики в виде смайликов людям, чтобы всякий прохожий улыбался. За час мальчишки и девчонки из «Инсайта» успели обнять несколько десятков человек. Мы шли, было очень грустно. И когда мы увидели толпу ребят, которые подошли к нам, начали давать пять, обнимать, сразу поднялось настроение, и на душе как-то стало светло, и это очень приятно. Я прям удивленно. Приходишь, ну, сейчас дадут пойти, и все. Приходишь, сразу обниматься, все такое. Ну, весело, настроение, прям позитив появился. Мне очень понравилось, потому что у меня сегодня было шесть уроков, спецкурсы, дополнительные занятия. И это очень подбодрило, и вообще поднялось настроение. В ближайшем будущем волонтеры «Инсайта» примут участие во всероссийском кроссе нации «День бега», где проведут интерактивные игры, а также выступят с судьями веселых стартов. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Саровчан приглашают принять участие во всероссийском «Дне бега». Это спортивно-массовое мероприятие ежегодно привлекает внимание не только профессиональных спортсменов, но и просто любителей бега. Предстоящий кросс-нации 2019 – это прекрасный повод присоединиться к спортивному движению в стране и приятно провести день с семьей. В этом году День бега пройдет на новых площадках. Подробности далее. Работа на стадионе «Юниор» кипит вовсю. Газонокосильщики косят траву, рабочие убирают листья и приводят в порядок беговую дорожку. Всего пара дней осталось до того, как здесь начнется всероссийский кросс-нации «День бега-2019». Саров присоединится к этой акции в 13-й раз. Как правило, в наших соревнованиях сюда принимают участие воспитанники детских садов, школ, студенты, а также жители города и работники предприятий, как муниципальных, так и работники внеев. Сначала на старт выйдут дошкольники. Они пробегут дистанцию 500 метров по стадиону «Юниор». Первой группой из детских садов начнут забег в 9 часов. После того, как малыши преодолеют дистанцию, место старта переместят на улицу строитель Захарова. В 10 часов начнется забег школьников на 1 километр. В связи с тем, что это мероприятие довольно-таки массовое, привлекается, как правило, на День бега от 3 до 5 тысяч человек, соответственно, стадион не может вместить такое большое количество людей. И улицу строителя Захарова, мы на ней уже проводили и лыжероллерные соревнования Первенства России. В принципе, оно себя оправдывает, и народу очень удобно, и можно посмотреть соревнования, то есть и зрителей приглашаем. В рамках Дня бега пройдет забег атомных городов. Представители предприятий, госкорпорации «Росатом» и все желающие пробегут дистанцию 2019 метров. В связи с проведением кросса с 8 до 15 часов перекроют движение автомобилей по улице строителя Захарова, круговом движении на улице Академика Сахарова и проспекту Октябрьскому до пересечения с улицы Дзержинского. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!